Евразийский экономический союз между Россией и Казахстаном и Белоруссией – это ни в коей мере не политическое объединение, а альянс свободных государств. И если Казахстан в этой ассоциации будет ущемляться, то страна немедленно выйдет из нее. С ее мнением, как мантру, не уставал повторять во время брифинга вице-премьер Бахачан Сагентаев. Более того, он опроверг слухи о создании единой валюты между тремя странами. Я не знаю, откуда эти разговоры берутся. Мы эти вопросы о едином экономической валюте вообще не обсуждали и в проекте договора его вообще нет. То есть не будет никакой единой валюты. Тенге у нас остается. Спасибо за следующий вопрос. Многие политики наши говорят, что Евразийский союз – это чисто экономический союз, но это бутафория чистой воды. Политик Асхат Рахимжанов уверен, Казахстан проиграл в этом союзе, даже не вступив в него уже на уровне переговоров. Единый экономический союз – это последняя надежда на шултана Назарбаева и его родни сохранить свои богатства после ухода с поста президента. После ухода с поста президента Назарбаеву нужны какие-то гарантии дальнейшего существования с такими большими, огромными материальными ресурсами. И для него, и для его семьи. Если он технично сольет Казахстан в этот Евразийский союз, что мы уже сейчас наблюдаем, то ему Россия, возможно, какие-то гарантии предоставила на этот счет. Ему и его родни. Коммунист Нурлан Ауизбаев, который вроде бы должен радоваться за новые объединения, фактически реконструирующий Советский Союз, наоборот, тревожно бьет в колокола. Говорит, что Казахстан с крохотным населением и убогой экономикой не конкурент даже Белоруссии, не говоря о России. Мы и так-то, есть другие договоры о Москве, и мы живем очень в нашей добрососедской, дружеской стране. Но не обязательно дать вот это Евросоюзу. Почему? Потому что, хотя бы элементарно, 17 миллионов, которые сейчас объясняют, вот у нас будет большой рынок, А фактически это все наоборот. 17 миллионов растворятся. И я, скорее всего, скажу коротко, Казахстан потеряет суверенитет. Между тем, для юридического оформления экономического союза осталось чуть больше месяца. В конце апреля Лукашенко, Путин и Назарбаев обсудят последние нюансы в Минске. А уже в мае планируется подписание окончательного трехстороннего договора в Астане.